Телекомпания РЕН-ТВ представляет Доброй ночи всем. Это программа «Соль» на телеканале РЕН-ТВ. Меня зовут Захар Прилипин. В гостях у нас конец фильма. Привет! Всем привет! Всем привет! Работал программистом, а стал музыкантом. Песни Евгений начал писать в армии. В 2001-м вышел дебютный альбом группы – саундтреки «До свидания, невинность». У меня желтые глаза, теплые глаза. Группа начала набирать популярность. Но настоящим прорывом стал грандиозный успех кавер-версии песни английских «Смоуки» «Кто такая Элис?». Евгений Феклистов записал ее вместе с питерским музыкантом Михаилом Башаковым. Нежданный хит отодвинул основное творчество группы на второй план. Но музыканты доказали – они не однодневки. В 2003-м конец фильма презентовали альбом «Камни падают вверх». А год спустя песня «Юность в сапогах» звучала из каждого второго телевизора. Группа записала саундтрек к популярному сериалу. Евгений Феклистов не против, когда слушатели ассоциируют группу с двумя-тремя самыми известными песнями. Ведь именно убойные хиты позволяют музыкантам зарабатывать и не останавливать творческий процесс. Последний полноценный студийный альбом «На все сто» группа «Конец фильма» записала в 2012-м. После радовала лишь символами. Это значит, что музыканты работают над новым материалом. И очень скоро снова выстрелят. Все, что нужно – это любовь. Поем. АПЛОДИСМЕНТЫ Мама потрогает лоб, скипятит на плече молоко. Где-то девочка, после которой мне будет легко. Где эта девочка, где это солнышко, где это все, что должно было быть у меня. Дед Мороз умер, я знал разных женщин, бывал нет верез. Где эта девочка, где это, ведь иначе вся жизнь не всерьез. Где эта девочка, где это солнышко, где это все, что должно было быть у меня. У меня жёлтые глаза, тёплые глаза жёлтого огня. Я не буду в них лететь, бронзой слёзы львить. Мне бы улететь, мне бы всё забыть. Листья сгорят, праздник кончится, дети вернутся домой. И я узнаю её, и она просто ляжет за мной. Где моя девочка, где моя ясоль, белая девочка с длинной и острой косой. У меня жёлтые глаза, тёплые глаза жёлтого огня. Я буду в них лететь, бронзой слёзы львить. Мне бы улететь, мне бы всё забыть у меня. У меня жёлтые глаза, тёплые глаза. Жёлтого огня буду в них лететь, бронзой слёзы львить. Мне бы улететь, мне бы всё забыть. Спасибо, дорогие друзья. Евгений, вот смотрите, сегодня у нас конец фильма в гостях группы, которые иногда приносят мне радость, иногда приводят меня в восторг, иногда я чего-то не понимаю. А вот вы, пройдя долгий, творческий, пышно говоря, путь, вот вы понимаете слушателя, что ему надо, что ему не надо? На самом деле с трудом понимаю, что надо слушателю, поскольку слушатель, он всё-таки неоднородный. Мне кажется, что я понимаю всех, кто сегодня сюда пришёл. Я вижу людей, когда живые лица, то мне как-то во время исполнения, мне понятно, попадаю я в цель или нет. А когда я пишу, в общем-то, песню, я никогда не представляю себе какое-то количество публики, как там иногда говорят такую фразу, people have it. Вот этот момент совершенно точно не про меня, таких мыслей какого-то циничного подхода, что вот сейчас напишу хит, проснусь знаменитый. Ну да, 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 ещё раз написать там «10 жёлтых глаз», потому что ещё раз. А мне кажется, что так... Зелёные глаза, оранжевые. Да, да. Чёрные глаза, вспоминаю, умираю. Не, ну, мы однажды попали на «Голубой огонёк», причём попали с песни «Элис», которую за 2-3 года до этого вообще никто не представлял, что она может прозвучать в компании. И один из продюсеров этой программы, серьёзный Первый канал, сказал такую вещь, что все вы... Ну, это, наверное, вот можно сказать, что это мысль черепахи тортилла. Он сказал, все вы музыканты, на самом деле не понимаете, что происходит. Я говорю, а что происходит? А на самом деле вы все пельмешки. Одни из вас всплывают, а другие тонут. Вот, так что, ну, наверное, такая правда жизни существует. Давайте за пельмешки и поём, да. Но мы живём всё-таки в другом, в другом измерении, не кулинарном. Весна, время школьников и самоубийца. Весна, дети бьют из рогатых птиц. Весна, солнце в глаз, серо-пурая грязь под ногами. Весна, я хочу начать новую жизнь. Весна, денег быть, да земля должить. Весна, небо синее, как синяки под глазами. Весна, сны и запахи, торгаются в мозг. Весна, аллергия и обитаминоз. Весна, вновь коты на капотах машину загорают. Весна, и снова хочется какой-то любви. Весна, и мои губы тщательно ловят твои. Весна, где проснётся моя голова, я не знаю. Ну, я так хочу быть с тобой сейчас. Ну, где ты была я? И я не знаю, сколько длится сейчас. И я к тебе только шёлтую часть. Я знаю. О-о-о-о! Весна 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 Я так хочу быть с тобой сейчас. Ну, где ты, милая? Я знаю. Весна, весна, весна. Спасибо. Спасибо. Радостно. Давайте мы, коль мы взрослые уже, люди пожившие, поговорим про молодежь. Потому что прослушатели мы обсудили уже, понимаем мы их или нет. А вот понимаем ли мы нашу молодежь. Вы как-то в одном интервью сказали, говоря, правда, про советские мультфильмы, что вот наше детство все-таки было счастливым. Ну, плюс-минус и наше тоже, да? А про нынешние, вы говорите, ну, не совсем понятно. Ну, мне непонятно, а им, может, понятно. Мне кажется, что возраст всегда... А я перебил, да? Не, нормально, не, перебивайте. Что я думаю о молодежи и счастливы ли они, наверное, так, да? Ну, типа того, да. Ну, мне кажется, что они счастливы, они счастливы по-другому и несчастны по-другому. В наше время, допустим, ну, если ты пошел с кем-то встречаться около метро, и, ну, вы где-то стоите рядом в 50 метрах, да, то вы друг друга не нашли, и все. Можно позвонить за две копейки домой, вышел человек или нет, и куда он пошел, у какого выхода. Но мобильных телефонов не было, да, какие-то вещи были. Невозможно представить, да? Да, невозможно представить себе сейчас как... У меня были несколько таких моментов, когда мы просто не встречались из-за того, что вот где-то стояли рядом. Ну, было неудачное место, допустим. Но все, кому надо было встретиться, встретились. Да, а сейчас, возможно, люди без проблем могут встретиться, но они предпочитают встречаться в сети, чем в живую. То есть, вроде как, возможно, сесть-то оно и не надо. Поэтому, и вот не знаю, счастье это или нет. Я вчера, кстати говоря, был в книжном магазине и такой услышал разговор. Вот молодые люди, я не представляю себе в моем детстве такой разговор, был разговор такой, слушай, а, вот тут метро 2033 или 2034. Я читал какую-то часть, не помню, а ты, говорит, читала? Спрашивала, ну, у девушки, с которой только-только познакомился, не знаю, в книжном магазине или нет. Ты говорила, да зачем, я в игру играла. Расскажите про ваше эстонское детство, что там у вас было? В Эстонии? Ну, эстонское детство, оно было вообще-то такое эстонское советское детство. То есть, я жил в Эстонии в тот момент, на самом деле, когда там жил Довлатов, например, а я его представление даже, ну, ничего не знал. Вот сейчас, я думаю, ну, как же так, меня даже некоторые спрашивают, ну, ты же жил в это время, там, это самое, ну, как, а-то я жил и жил. Я жил в Советском Союзе, и, как и многие дети, но не видел особой такой вот разницы, да. Ну, эстонский язык, получилось так, что я знал этот эстонский язык, потому что я ходил в эстонский детский садик, не было просто рядом с тем местом, где я живу, русского эстонского, то есть русского садика. А ходил я в русскую школу потом, и, ну, с чем отличалось мое эстонское детство? Ну, матерные слова я узнал, принес не из детского сада, а из начальной школы. То есть, научился материться вначале по-эстонски. Очень мне, кстати, нравится, как в Эстонии получали фамилии. Ну, во всяком случае, такую гипотезу я слышал, потому что у них фамилии несклоняемые, как у нас там Иванов, Петров, а у них фамилии такие, ну, просто в именительном падеже. То есть, например, озеро или там гора, и потом такие, например, горное озеро. То есть у них прямо такие индийские слова, то есть такое, соколиный глаз, ну, примерно. Потому что помещик отменил скрепостное право, и люди были, ну, фактически, имена были, а фамилии надо было давать как-то. Ну, помещик первым самым добросовестным давал свою фамилию, чтобы как-то увековечить себя. Добросовестным девушкам. Да, а потом, да, потом уже давал, да, может, своим каким-то незаконно рожденным отпрыскам все-таки хотел что-то дать, помимо родства. А другим он давал, ну, смотрел в окно, так, надо же какую-то фамилию. О, озеро, вижу, озеро, там, оп, там, дерево, там, дуб. А потом, думаю, дуб уже было, озеро было, а крестьяне все не кончается, надо свободу давать. Ну, уже такое, ну, дубовое озеро или дубовый остров. И вот так вот пошли, пошли, и бывают такие все более длинные-длинные фамилии. Ну, это такая гипотеза, я точно не знаю, на самом деле. Давайте петь. Песню, давайте, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Я смотрю. Как камни падают век, все никак не закончится век. А новое уже никогда не начнется пою. Рассохшимся черным дверям пою я невесел, я пьян. И свякотный ветер в лицо мне плюется. Не завидуй свету в чужом окне. Там нас с тобою нет, если плохо тебе, не показывай виду. На удачу путь мой во тьме лежит. И больше незачем жить, но когда хочется плакать, не плачу. Не спеши попасть в этот кукольный фарс. Все роли сыграли за нас. Можешь расслабиться и улыбаться. Зачем? Стремиться к вершинам могил, в глазах тех, кого я любил. Я был самим собой и предпочел им остаться. Не завидуй свету в чужом окне. Там нас с тобою нет, если плохо тебе, не показывай виду. На удачу путь мой во тьме лежит. И больше незачем жить, но когда хочется плакать. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. Ну, коль мы начали по хронологии, так по хронологии пойдем. Служили вы, как пишут в «Стройбате», правда, да? Да, в Нижнем Новгороде. В Горьком, да. А ведь все-таки в «Стройбат» надо было умудриться попасть. Обычно поводали люди с таким криминальным... А, недобор. Ну, как сказать, дети войны, как нам сказали, выкрашенное поколение. Сейчас, кстати, тоже такое, наверное, идет через поколение. Идут вот эти провалы демографические. Из 65-го года, рождение по 70-й, отменили, во всяком случае, ну, не во всех вузах, но во многих вузах, отменили эту бронь. У нас в Роте служили три типа категории лиц. Вот если так быть совершенно немножко таким циничным языком сказать. Были люди с неоконченным высшим, ну, даже не с неоконченным, а вообще с одним годом пятилетнего образования. Или, может, кого-то исключили, их смотнули, как говорится. Никто-то мог не сдать сессию. Но все равно академический отпуск предоставлялся. Вот как вы сказали, люди с уголовным прошлым, потому что нам было известно, что, мне казалось, когда во всяком случае я учился, что люди, которые были, сидели, что их не берут в армию. Но их не берут в армию, пока не сидят. Когда их выпускают на свободу, они опять, если попадают в этот возрастной цен, они уже, в принципе, такие же граждане. И поэтому были очень интересные люди, сидевшие за изнасилование. Были люди, которые с неоконченным высшим, или были даже те, которые закончили, но там не было военной кафедры. И вместо того, чтобы пойти офицером, их брали рядовыми. И была третья категория людей, это кто по каким-то причинам физического расстройства, ну, там, я не знаю, анурез, не анурез, но люди с какой-то, с третьей степенью дебильности, это вот такой диагноз, на самом деле, был, это ничего смешного. Потому что, когда ты попадаешь с человеком рядом, который, как вот это, например, выражалось на практике, то есть ты в коптерке гладишь, допустим, свой ХБ, и видишь, что человек стоит, прислонившись ухом к утюгу, оттуда идет дым, а он совершенно спокойный, то есть это такой кадр из терминатора, как будто робот, он не чувствует. А действительно человек не чувствует, ну, у него какие-то отклонения нервные, нечувствительность нервных окончаний. И вот с такими людьми приходилось служить. То есть я могу сказать, что мне было с бывшими уголовниками легче найти общий язык, чем с умственными, ну, с такими вот людьми. С утюгами. Да, потому что от них не знаешь, чего ожидать, от уголовника, в принципе, он предсказуем. И среди них, кстати, было, как вот, сейчас скажу слово, среди уголовников было много порядочных людей. Сейчас про любовь будет, сейчас тема любви. Поем про любовь. Поем про любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ Сердце сгодит с ритма, а любовь, как бритва, входит в грудь на выдох, кровью бьет кусок. Сколько сил не гаси, как не путай себя, эта тема любви не отпустит тебя, не отпустит твой путь, не отдаст твоих глаз, выпьет шар твоих губ, снижет яд твоих празд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, эта, кстати, песня прозвучала в сериале «Солдаты» И, во всяком случае, была написана И как инструментальная тема Вот так она была названа, тема любви Как пишутся сериалы, приходит артист к продюсеру Ну или как приходит продюсер к артисту, неважно В общем, созваниваемся И говорят, вот знаешь, нужна какая, я говорю, песня нужна Да не то чтобы песня, нужна тема любви Вот можешь написать тему любви? Ну я писал, но получилось песня У меня как раз вопрос Вот мы сотрудничаем с одноклассниками В смысле с группой, с сервисом одноклассники И там вопрос есть от группы РНТВ на одноклассниках Кстати, сериал «Солдаты» шел на РНТВ И был специально создан Вопрос, в общем, следующий Вот биографическая компонента Насколько она важна для вас, как для сочинителей и исполнителей? То есть обязательно ли служить в армии, влюбляться, болеть гепатитом, чтобы сочинять песни? Для меня это важно писать о том, что я знаю Я понимаю, что на самом деле и такие вот есть люди Как Высоцкий, он не сидел, не тонул в подводной лодке Не был истребителем и находцем И волком не был Но он писал, умел это делать В любом случае, человек все равно пишет о себе И пишет на основании своего жизненного опыта Я бы не написал песню «Юность в сапогах» И даже бы не взялся за эту тему Если бы я, ну, просто прочитал там несколько книжек об армии А сколько всего песен сочинили для солдатов? Ой, там получилось У нас около, есть саундтрек с солдатой Там восемь песен Некоторые, кстати, вот песня «Хорошо» Она была написана, ну, как-то в процессе Она не была специально Ну, просто вот были песни, которые подошли А были, которые специально написаны А потом еще у нас был такой сборник Назывался «Юность в сапогах» Конец фильма Это то, что осталось за кадром саундтрека И я думаю, что тоже этим все не исчерпывается То есть вот, по большому счету Было восемь полноценных песен И были какие-то, ну, обработки Был момент такого бума на этот сериал Мне кто-то сказал, что очень много было зрителей Во время, вот, женщины в родильных отделениях Смотрели почему-то вот накануне Перед тем, как родить Или во время Или во время, да Они смотрели почему-то сериал Сказали, что очень было Была такая статистика Ну, я случайным образом это узнал Ну, такие были казусы Вот это, я не знаю Это, по-моему, забавный случай Был случай, когда я Я, кстати, себе тогда поставил На какой-то момент Числавие обуял меня И я поставил себе Думаю, ну, такого звонка ни у кого не будет Я поставил себе Ты-ты-ты-ри-ты-ри-ты Вот эту мелодию Мобильный телефон И однажды я услышал Звонить телефон у кого-то Другого И я полез в карман И понял, что этот звонок Который, думаю, только у меня Он уже у всех Ну, или у многих И вот тогда я решил Что надо, нет, надо сносить Это неправильно Вот, поэтому Хочется сказать, что Да, ну вот Теперь и споем И чтобы вы запомнили Этот лейтмотив Мы уже на себя Распевает детвора Вот это, в общем Этот рингтон Года, в общем-то, был Здравствуй, небо в облака Здравствуй, юность сапога Пропади, моя тоска Вот он и я Привет войска Их рельсы поезда Как я попал сюда Здесь не то, что на гражданке На какой-нибудь гражданке Жизнь снаружи И с изданки сам попробуй Изучи Для печали нет причин Не просто быть собой Когда шагает строй Только сердце птиц бьется И ликует, и смеется И ему не удается По конвоям Перекудить Знать бы, что там впереди Где-то течет река Где-то дом, где все ждут нас назад Это не грусть слегка Просто ветер щекочет глаза Где-то течет река Где-то дом, где все ждут нас назад Это не грусть слегка Просто ветер щекочет глаза Шаг вперед и два назад Кто бы знал, чему я рад Просто сбросил я печаль Словно голову с плеча На стыке клеток Путь виски вбивает Эх, пусть ты поймешь Как будет нужно Где предательство, где дружба Где карьера, где служба И как сердце безоружно Как обманщего наружность Сколько звезд и сколько лычек Сколько лиц, личин, обличек И как малого нас различить Спасибо Спасибо, Славно А когда первые песни были сочинены? В армии Вот, кстати говоря Они поются до сих пор Или они так остались? Нет, они Кстати, там в армии Как раз у нас был армейский Такой коллектив Мы пели в основном там Песни группы «Секрет» Пели там Ну, нас, как сказать Был художественный руководитель Он был из гражданских То есть мы Работали на деревообрабатывающем комбинате И там, естественно Солдаты не могли делать Все операции Которые требовались высокой квалификации И там было, естественно Какое-то количество гражданских людей И в том числе Там вот была база музыкальная Был художественный руководитель Человек с каким-то там Образованием музыкальным Ну, не высшим Но, в общем Каким-то Среднемузыкальным Закончившим училище музыкальное Художественный руководитель Говорит, нет Ну, давайте какие-нибудь взрослые песни Попоем малежика Попоем там Ну, в общем У нас был такой знатный репертуар В том числе Какие-то Был еще Какой-то Фольклорный ансамбль Который пел Чистушки Но мы к нему отношения не имели Мы тоже как-то ездили с ними Ну, не ездили У нас В общем, как только 8 марта Какие-то вот были У нас даже была какая-то песня В собственном сочинении Она была примерно такая С Новым годом Всех вас поздравляем Много счастья От души желаем А на 8 марта С 8 марта Всех вас поздравляем И вот Такое было Вот впервые Я тогда понял Вот что такое Чос Что такое Вот как вот эта популярность И значит Где-то там выступаем Нас сдавали Как бы в аренду В другие части Мы припели На обратном пути Эти гражданские тетки Которые пели частушки Они где-то закупали самогон Угощали нас Мы такие были молодые парни Они такие зрелые женщины По 40 лет У кого-то там был роман даже Такой Неравный Ну, в общем Все было так Довольно волшебно Выпивали этот самогон Утром От нас пахло Получали наряд Прапорщик Вот примерно Как Шматко говорил Это вам не надо было лайки Играть рядовой феклист Вот вы пойдете Старшим на дрова Я говорю Почему старшим А потому что Вы теперь С завтрашнего дня Будете ефрейтор Мне дали лычку Вот это же был такой момент Чистая погона Чистая совесть Я получил ефрейтора Практически Вот Уже все Закончилась служба И в последний месяц Меня вот послали Старшим на дрова И я помню Что я говорил Я не ефрейтор Он говорит Нет Ефрейтор Я помню Даже если Мнишь себя героем Древней трои Мир порой устроен Так, что люди Ходят в строя И пускай Возможности Для роста Я вновь Наплохи Я всегда могу сказать Что просто Сын эпохи Вновь за окном Новый день Дежурных дел Требедей Дежурных дел Дежурных дел Дежурных дел Дежурных дел Дежурных дел Все, чем жил Когда я был моложе Свято верил Все сегодня Оказалось ложью Лицемерьем Нет мечты И вместо Идеалов 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 Только схемы Сделать так Чтоб жизнь Чтоб жизнь не выбивалась Чтоб жизнь не выбивалась Из системы Вновь за окном Идеалов 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 Сделать так Дежурных дел Идеалов Идеалов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я должен это... Извини... Спасибо. Вообще как-то и рок, и рэп, основное, что их объединяет, это все-таки то, что заимствовано. Ну, вообще говоря, русской культурой много из того, что многие достижения, которые происходили в русской культуре, в балете, например, в оперном искусстве, это же тоже все, что приумножено было в России, а возникло это не в России. Это, видимо, такое вот свойство, такое глубинное, ментальное, присваивать себе какие-то явления культуры других народов и подламывать, подминать под себя. Надо, кстати, написать песню о том, как писать рэп, это будет вообще определенная... Я думаю, что пародия... Самоучитель рэпа, да. Да, да, самоучитель. Ну, во-первых, рэп должен, ну, тот рэп, который должен быть популярным, чтобы набрать рейтинги, да, мы же знаем, как вот... Секрет черепахи-тортилы в роли черепахи я вот сегодня, да, значит, ну, нужно, во-первых, если я как продюсер рэп-коллектива молодого скажу, ну, во-первых, во-первых, нужно материться, обязательно, ну, потому что, ну, нечестно. Во-вторых, ну, прежде всего, конечно, должен быть человек колоритный, он должен быть как минимум в наколках, ну, и такое ощущение, что то ли он сидел, то ли собирался, то ли, вот, условно еще, значит, обязательно, обязательно должен быть какой-то налет культуры, так просто тоже нельзя. То есть наколки должны быть, это как бы из уголовной культуры, но вот обязательно, ну, кто что знает, кто Гумилева процитирует, ну, не процитирует, а упомянет, то есть надо обязательно какие-то ссылки. Можно на тень отца Гамлета дать какую-то, и обязательно как-то зарифмовать, типа Гамлет, котлет, и вот чтобы это было вот всегда нестандартно. Потом очень важно в какой-то момент начинать дробить, и ведь слов-то много, и когда их произносят с большой скоростью, смысл непонятен, и, в принципе, его не надо преследовать. Надо преследовать такую ритмическую составляю, еще и резать, ну, то есть это такое должен быть, что вижу, то и пою. То есть я говорю о чем-то, о чем-то, о чем я говорю, говорю, говорю о том, о том, о том, о том, о чем я говорю, и так далее, и так далее. Можно замыкать этот цикл и переключать постоянно внимание, чтобы никто не понял, не уловил, что если вот как-то сложить эти слова, то, может быть, смысла-то особого нет. Это такое жонглирование словами, такой спорт. Вообще, как-то кто-то заметил, мне очень понравилось это сравнение с рестлингом. То есть это такая борьба, но вот понарошку. То есть люди собираются, то есть собрались бы эти мужики в деревне, пришел бы какой-нибудь оксимарон, приехал бы в деревню, он бы после не спел бы закончить первое предложение, и до первого панча бы просто не дожил. Ему бы веслом бы какой-нибудь там, ну, человек, которого олицетворял там Евдокимов, да, такой, скоростный вот такой вот мужик сибирский, он просто бы веслом бы просто пук, и все, и нет, и нету звезды рэп-музыки. Ну, как бы я так утрирую, но, наверное, так, наверное, происходит. АПЛОДИСМЕНТЫ Я был весел и обеспечен, просто жил, как сам хотел. Синий камень был отмечен, и согрет был теплом женских тел. ПРОДИСМЕНТЫ 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 Словно наизнанку душу Песней пел И нет обид, Что смеялись Те, кто слушал Что с того, у кого что болит Был любим, но не был понят Все, что я хотел сказать Словно гость Песка в ладони Так что даже смешно Горевать Далеко 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 Улетит это грозь Улетит этот стиль Далеко Далеко Эхом станут слова Ветром станет мотив Ни к чему плодить тревоги Проще Проще Каждого Простить Верь Не верь Но Все Дороги Приведут Нас К началом Пути Далеко 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 Улетит это грузь Улетит этот стиль Далеко 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 Каким станут слова Ветром станет мотив Далеко 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. После такой романтичной песни я все равно задам свой подлый материалистический вопрос. Все-таки тема финансового благополучия, тема денег, как она соотносится с вашей деятельностью? Вы занимаетесь исключительно музыкой. Вот уже где-то действительно все это тысячелетие, вот это тысячелетие подарило мне новую профессию. Так получилось. Или я сам себе сделал такой подарок, трудно сказать. Но в какой-то момент говорят, что надо требовать у Вселенной, или просить, или как-то вообще смотреть в эту сторону, и какие-то мысли материализуются. Ну, в общем, как-то в моем случае это получилось. Я не знаю, случай это дикий, или, ну, как говорится, мне повезло, или это должно было быть на самом деле, рано или поздно произойти. Ну, и опять же, когда говоришь об этом, всегда вот все на грани. Вот всегда думаешь, ну, все, наверное, уже все, надо прекращать это все делать. И возвращаться куда? Ну, надо какую-то поискать работу, не знаю, какой-нибудь охранником пойти. Ну, у меня, правда, фигура только, может, по весу, а так мышечной массы не хватает. Но, естественно, я утрирую, конечно, не охранник, ну, кем-то, я не знаю, ну, компьютерным мастером. Представляете, кто-то по объявлению написал, там, чиню, там, жесткие диски, там, устанавливаю Windows, только приходит человек, слушайте, а я вас где-то видел, да, бросьте, это похоже на него. Ну, так, или еще не знаю кем, но это же тоже смешно, на самом деле, это такая прикольная была бы вещь. Но, если честно, вот пока, вот сейчас скажу, и все, и сразу такой, ах так, и перекроют сразу сверху кислород. Поэтому опасно с такими вещами судить, но... До сих пор хватало? Ну, до сих пор, да, как-то, ну, иногда, нет, ну, когда, как хватало, денег всегда не хватает. Ну, понятно, понятно. Чем бы ты ни занимался, но когда я не занимался музыкой, мне не хватало, и денег не хватало, и чего-то не хватало, и другого, и того, и всего. Я могу сказать, что денег даже больше не хватало, чем сейчас. А работы было много, и какой-то она была странной. То есть работа, от которой не остается результата и следов. Вот я, кстати, готовился к этой передаче, не то, что готовился, а морально знал, что это будет такая передача подставы из подстав, ведь именно здесь Лоза сказал знаменитые слова, которых лучше было бы не произносить. И поэтому сразу, пользуясь случаем, скажу, если я кого-то обидел, это все эмоции, понимаете? Это не играет никакой роли, что вы думаете обо мне, что я думаю о вас. Это вообще совершенно никого не волнует. То есть ни один Мик Джеггер, ни один Роберт Плант от высказывания Лозы не пострадал. Это вообще просто прекрасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рябин краснеют кисти, и между нами связь, где золотые листья дожди смывают грязь. И еще с выплым мгновеньем, пока не пробил час, но тонкий запах пенья уже коснулся нас. И эта осень горит огнем, И мы шагаем в огонь вдвоем, И не боимся растаять в нем. Как страхи смесены из грехов, Горим, пока нас спасает любовь, Пока мы осень до дна не допьем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю, что скрывает, И выдает твой взгляд, И выдает твой взгляд, Одежду лет срывает, как девушка наряд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы должны быть осторожней, Могли себя сперечь, Но вязать бездорожнее Объятий наших встреч. И эта осень горит огнем, И мы шагаем в огонь вдвоем, И не боимся растаять в нем. Как страхи смесены из грехов, Горим, пока нас спасает любовь, Пока мы осень до дна не допьем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Жень, вот такой вопрос не могу, конечно, не задать. Вот с тех пор, как появилась песня Элис, Был ли концерт, на котором вы его не пели? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Были. В нас все было с этой песней. Были концерты, на которых мы ее не пели. Ничего, кстати, не произошло. Мы потом пришли в грименку, Посмотрели друг на друга. Ну и что, кто-нибудь что-нибудь заметил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, ну вроде как. Ну все были настолько ошарашены, Что же можно... И, кстати, это расслабило. После этого мы так довольно сильно эту песню Мы уже возненавидели и подумали, Ну вот давайте возьмем и назло не сыграем. И вот мы взяли и назло не сыграли. И тут нас как-то отпустило, Потому что вдруг, оказывается, Ничего не произошло. Ничего не произошло. А как вы ее делите с Бышаковым? Он, кстати, тоже ее не поет? Ну, вообще-то там... Дых нет, он как... Ну вот, когда я прихожу к нему на концерт, То мы поем ее вместе. Поэтому мне не удается посмотреть, Как он ее не поет. Для телезрителей надо объяснить, Что русскую версию этой песни Есть два человека. Да, есть два человека. И более того, Я всегда не устою повторяться, Что Бышаков... Ну, как-то мы даже договорились, Что пусть он будет автором идеи. Ну, нельзя сказать, Что он автор песни, Потому что там тогда Чин и Чапман обидятся, Там еще будет страшнее все это. Но, конечно, автор... Безусловно, автор слов... А что это за девочка? И где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? И с нами Алла, с нами Филипп. Вот это, конечно, не отнимешь. Ну, а дальше мы там дописывали. Заслуга группы «Конец фильма» и моя, Возможно, в том, Что мы ее все-таки записали, Хотя бы вот в таком виде. И в итоге оказалось, Что, несмотря на то, Что мы записали ее настолько неумело, Ну, то есть не потому, Что мы хотели плохо сделать, А просто не было опыта. Она как-то поборола все эти... Ну, огрехи. И как-то вот в том же самом виде. На записи, кстати, Если вы прислушаетесь в эфире, Там поют два человека, У нас голоса похожи. И всячески советую вам сходить на концерты. Ну, как мы делимся? Мы никак не делимся, Поскольку все забирает Чин и Чепман. Смоки к авторству не имеют никакого отношения. Миша Баршакову даже удалось спеть на одной сцене С группы «Смоки», Но без Криса Нормана уже. Поэтому не понимаем, Что это там уже кто там остался. Ну, там гитарист, кто-то еще. Но с вокалистом, Который поет эту песню Вот в привычной версии английской, Не удалось никому спеть. Ну, есть еще время. Дело в том, что он тоже не молодеет. В России надо приезжать иногда. Все-таки, я думаю, санкции с санкциями. А денежку надо все-таки зарабатывать. Я думаю, что мы очень много сделали Для того, чтобы эту песню английскую Любили в России. Потому что, надо сказать, Что в национальном хит-параде Она выше седьмого места не поднялась. А в России была ситуация, Когда вот она вот была... Ну, это было как «Убили негра». Прям можно сказать. Такой-то год. Лето такого-то года. Крутили «Любили негра». Такой-то год. 2001 или 2000, я сейчас точно не скажу. Ага. Все лето. Просто вот можно было часы сверять. В шесть часов включаешь «Русское радио», Она звучит. То есть, как попасть на «Русское радио» Никто не знал. А потом никто не знал, Как оттуда выпасть. То есть, в том плане, Что уже взяли, и вот она идет. Идет. Давайте, господиумелись, конечно. И поставим уже жирную точку. Легче ее спеть, чем объяснить, Почему мы не хотим этого делать. Вот, да. С нами Вовка, С нами Вадим, Оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собой, Чтобы песни пелись. С нами Алла, С нами Филипп. Его никто не звал, Он как-то сам прилип. И тут один из нас сказал, А пойдемте, Филипп. А что это за девочка, И где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? Ну, а мы с такой компанией Возьмем, да, И припремся к Элису. Элис? А кто такая Элис? Красиво одевается, Красиво говорит, И знает в совершенстве Английский и иврит. Ну, а мы с такими рожами Возьмем, да, И припремся к Элису. С нами Юра, С нами Борис, Они, Они, Когда напьются, Всегда поют на пись. А вдвоем аплодируют. Но песни Давно Приелись, Эх, Попробуй Что-то А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы с такой компанией в основной прикрепимся. Элис, Элис, кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит и знает в совершенстве латинский алфавит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элису. С нами Шурик, с нами Сергей, он отличный парень. Несмотря на то, что гейдой Борис Коли тоже как-то очень, очень подозрительно оделись. А то, что будет дальше, это просто труба. Это не любовь, это порно-порно-порно-борьба. Но это все потом, а сейчас мы все пойдем в гости к одной девушке. Девочка, которая не курит и не пьет. Элис, Элис, кто такой Элис? Красиво одевается, красиво говорит и лечит паранойю, ой, сей, брус, садит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элису. С нами Майкл, с нами даже Пол и милашка Теллин. Изменевший пол, а для той, но порой нужна большая творческая смелость. Скажите, как ее зовут? Но не Буратино, нет. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы такой компанией возьмем, да и припремся к Элису. Элис, а кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит и лечит параной, ой, сей, брус, садит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элису. И все, кто с нею пыли, говорят, что она просто прелезет. Ну круто, что сказать. Как там Борис и Юрий Юлианович, они оценили шутку? Ой, я даже не... А, у нас было, как сказать... Желтая пресса пыталась нас столкнуть лбами, не с Борисом Борисовичем, а с Юрием. И мне звонили такие люди и говорили, а вы знаете, там поставили вашу песню Юрию Шевчуку, и он вот взрывается от возмущения. Давайте скажите что-нибудь ему в ответ. И я, хоть и был молодой и глупый, я все-таки сообразил, что это какая-то подстава, что, скорее всего, никто ничего не спрашивал, а сейчас вот я скажу, и уже вот действительно надо будет напечатать, и тогда он что-нибудь скажет. Поэтому с этой... То есть как-то вот во всяком случае, мне кажется, ничего не произошло. И слава богу, был еще момент такой, когда меня пытались столкнуть лбами с Филиппом, и сказали, а вот вы спели про Филиппа Киркорова, свои вот исполнили. Что вот вы имели в виду, или что вы скажете? Я говорю, постойте, я пел про Филиппа. Я не пел про Киркорова. Вы ошиблись. Где вы там? Так, так, строчки нет. И потом я где-то читаю комментарии Филиппа, у него спрашивают тот же самый вопрос. Он говорит, а постойте, а почему вы решили, что спели про меня? Там поется про Филиппа. Так что, в общем-то говоря, ну а песня действительно, песня о Филиппе, об узнаваемых условных персонажах. И я думаю, что глупо обижаться. Это же такие образы. Вообще, когда человек становится мемом, когда с ним сравнивают кого-то, это, по-моему, нет ничего лучше. В общем, я очень рад, что мне пока не набили в морду. Спасибо вам, Захар. Теперь я завтра буду ждать гостей. Я никого вообще не имел в виду. Да, так что мы просто обсуждаем разных персонажей, и в то же время публичных лиц, как сказать, все персонажи этой песни абсолютно вымышленные. Люди. Я именно это и хотел услышать. Они такие же, как Бивиш и Батхит. Их не существует. Это мультяшные персонажи. Их не существует. Так и запишем. Поехали дальше. Да. Да. Этот мир убит крылом от дырка. Это небо только до потолка. Легкий больше никотиновый хлеб. И любовь до зубы желтых газет. Это свет, это горячие звезды. Это пуля, это стакан и воду. Это платье носит голый король. Это кровь, что присыпает эту роль. Я здесь танцую для тебя. А люди в масках бьют мой гадец. Салшусь, пьянец. А я ищу в толпе твоих глазах. И в глазах, кто мурный глянет, нас осветляет. Здесь весна, стакан любого беда. А свобода, это просто стена. Чтоб смотреть телевизионные сны. Наши жизни никому не нужны. Это разум над победой добра. А добро имеет зубы бобра. Здесь искусство никого не спасет. Здесь искусственно практически все. Я здесь танцую для тебя. А люди в масках бьют мой гадец. Салшусь, пьянец. А я ищу в толпе твоих глазах. И в глазах, кто мурный глянет. Нас осветляет. И в глазах, кто мурный глянет. Это золото похоже на ртуть. Это видимый, затмившая суть. Режет души от тупые края. В тысячах ты, твое сопуталось я. Как и сне звучит в боем, извините. Цепь измен не сможет нас изменить. Все мечты венчают тоже финал. Если слышишь, ты только тебя звал. Если танцую для тебя. А люди в масках бьют мой гадец. Салшусь, пьянец. А я ищу в толпе твоих глазах. И в глазах, кто мурный глянет. Нас осветляет. А я ищу в толпе твоих глазах. И в глазах, кто мурный глянет. Нас осветляет. Блеском мертвых страстей. Вот спели немножко про гламурный глянец. Вот тут все более, наверное, правильно. Жень, я вот по одному твоему интервью прочитал фразу замечательную. Она меня просто поразила своей филиграмностью, своей формулировки. Там речь шла об успехе. И ты... Что ты на «ты» перешел в конце. Ну, это хорошо, кстати. И вы, в смысле ты говоришь, говорите. Можно на «ты» уже, все. Все, на «ты» хорошо. И ты говоришь про успех. Снизу кажется, что там вершина. А наверх забираешься и видишь кратер, куда все падают. Вот это мне так... Глубина этой мысли так поразила, что я до сих пор... А ты сам придумал это? Мне кажется... Ну, я вспомнил, что я это сказал. Я не помню, что я где-то читал. Не, наверное, это сам придумал. Ну, это такое было непосредственное ощущение, когда я приехал в Москву. Как-то же очень резко произошло в моей судьбе. То есть я сидел на кухне, слушал Макси Друми. Думаю, как они туда попадают. А через год я уже фактически там пел. Ну, примерно так вот это было. И я думал, ну, теперь ты знаешь, как они туда попадают? Думаю, не знаю. Но я знаю, куда, в принципе, они падают, куда они попадают потом. Ну, вы сейчас нам точно сделаете хорошо. Я вам сделаю хорошо. Потому что у меня будет песня «Мечта» сейчас будет. Да. Это, кстати, песня о том, что и все хорошее есть мечта. Потому что раз мы уже сказали о добром. И все плохое — это тоже мечта. Аплодисменты. В небе луна, она из окна Зовет, дробясь, дрожа, в огнях одиночесть. Ночь накрыла нас всех смех Душевно больных, скользящих по склонам крыш. И ты с ними хохочешь, хочешь умирать чужей жизнью во сне. Петь слепой, прокаженной весне, Черной сенью в холодном лесу Ветви рут, но сожмут пустоту. А мечта С небес тебе Боит волком, петлями кружит, Клочья орнет твою жизнь. Боит волком, петлями кружит, Клочья орнет твою жизнь. Боит волком, петлями кружит, Трансформер-мутант, Врачи, Кандидаты наук, Инопланетные черви — Все это реальность, мой друг. Шварценеггер, лотохосмический шаг, Слишком слаб, он не может поднять стакан, Ты должен помочь себе сам. Можешь решить, что ты новый герой, И будешь растерзан толпой. Страх липкий, как польца змеи, пропитал годовые слои. А мечта с небес, с небес, Боит волкам петлеет, кружит, Клочья рвёт твою жизнь. Мечта ведёт к беде, Она как кровь, чтоб нас с тобой бежать. Попробуй, вот пропасть, вот край, Вот здесь, как граница, Игра смысла в разнице слов. Веселится, веселится, И кажется, самоубийца Вовсе не тот, кто хочет убиться, А тот, кто при жизни не смог С мыслью о смерти смириться. Жаль, не верить, что мир справедлив Нас всех унесёт в водослих, Но даже кидаясь с моста Не забыть, как смеётся мечта. А мечта с небес, с небес, Боит волкам петлеет, кружит, Клочья рвёт твою жизнь. Мечта ведёт к беде, Она как кровь, чтоб нас с тобой бежать. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Мечты сбываются и иногда не сбываются. Спасибо огромное. Это программа «Соль Нарин ТВ». Конец фильма был у вас в гостях. Конец фильма – это не конец жизни. Жизнь продолжается. И всего вам самого наилучшего. Хорошего вам настроения. Хорошей вам спокойной ночи. И доброго завтрашнего утра. Пусть всегда будет завтра. АПЛОДИСМЕНТЫ Даже у народных песен есть авторы. Аппорода у вас настоящая? Можете подёргнуть. Новые герои постсоветского пространства. Рекорд оркестр. Три звезды, три звезды. О многонациональном колорите. Гастарбайтер буги! И о том, с чего всё началось. Мой прадедушка шаляпину морду набил. Рекорд оркестр в программе «Соль». В следующее воскресенье в полночь на РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова